Здравствуйте, друзья! С вами преподаватель по школьным предметам Елена Владимировна. И мы с вами сегодня продолжаем готовиться к ВПР для 6 класса. Мы разбираем с вами задание номер 3. Вот смотрите, какая странная у вас задачка, не задачка, пример, не пример. А я сейчас покажу, как это все решается. Давайте почитаем. Число 110 является пятью седьмыми от искомого числа. Найдите это число. Очень просто, ребята, такие вещи решаются. Нужно переводить русский язык в язык математики. Покажу. Смотрите, число 110 является. «Является» – это означает «равно». Значит, 110 чему-то равно. Пять седьмых от искомого числа. Когда вы видите слова «искомое число» или «неизвестное число», или еще какое-нибудь такое непонятное число, это будет, ребята, х. Давайте так и напишем. 5 седьмых х. 5 седьмых х. А вместо «является» я поставила «равно». А равно у нас 110. У нас с вами получилось уравнение. А уравнение решается легко. Тоже покажу, как. Смотрите, букве мешает цифра, букве мешает число. Х мешает 5 седьмых для того, чтобы избавиться от 5 седьмых. Сейчас оно мешает ему со знаком умножения. Для того, чтобы избавиться от 5 седьмых, мы должны их перенести в другую часть. Через «равно» 5 седьмых поедет. А поедет оно с обратным знаком. То есть, мешало х оно с умножением, а переедет 5 седьмых с делением. Получается, что х равен 110. Давайте я сразу напишу первых. Вы увидите, зачем. Так удобно нам будет. Делить на 5 седьмых. А по правилам нашего с вами 5-6 класса, да и по нормальным математическим правилам, если мы делим на дробь, мы можем умножить на нее же, только перевернуть ее надо не забыть. Отсюда х равен 110 первых умножить, и меняем местами, вот и все, на 7 пятых. Теперь давайте применим сокращение. Сокращение – это уменьшение и верха числителя, и низа знаменателя в одно и то же количество раз. Вот смотрите, мы можем 110 и 5 поделить на 5. 5 поделить на 5 будет 1, 110 поделить на 5. А мы сейчас поделим. Давайте 110 разобьем на 100 и 10. 100 поделить на 5 будет 20, а 10 поделить на 5 будет 2. Значит, 22. Получается х равен 22 умножить на 7. А все это, ребята, первых мы даже писать это не будем, потому что первых это и есть само 22 на 7. 22 умножить на 7. Давайте умножим устно. 20 умножить на 7 будет 140. 2 умножить на 7 будет 14. 140 и 14 – 154. А все, ребята, мы ответили на вопрос задачки. Мы нашли это число. Это число – 154. А с вами была преподаватель по школьным предметам Елена Владимировна. Ребят, трудные темы какие-то есть, обязательно мне напишите. Я все вам расскажу, все покажу, все видео сделаю и выложу. И удачи вам на контрольных экзаменах ни пуха ни пера! Удачи вам нацелен. Продолжение следует...